Хорошая новость, друзья. Знаете в чем? Бог понимал, что для людей это проблема. И поэтому Он поместил в Писание очень и очень много мест, принципов, которым мы можем научиться. Реально. Кто-то посчитал о том, что более двух тысяч раз, 2350, если быть конкретно, раз упоминается в Писании о вопросах материальных благ и финансовых вопросах. Можете в это поверить? Не, ну серьезно. Вы знаете, что если вы посчитаете, например, вопросы такого глобального масштаба, типа там Троица, сколько раз в Библии говорится о Троице, как вы думаете? А? Ни одного. Вы знали об этом? Да, на самом деле. Хотя мы говорим о чем? Мы говорим о одной из самых ключевых доктрин нашего вероучения. Правда? Есть множество мест, которые указывают косвенно на присутствие Троицы, на то, как взаимодействуют Троица и так далее. Но если мы говорим о финансах, оказывается, все намного больше. Слушай, простой вопрос. Если бы это не было настолько важно, зачем Богу было бы вот настолько много об этом говорить? Правда? Значит, надо и нам разбраться в этом. Итак, Бог, Он на самом деле очень сильно нас любит. Именно поэтому Он помещает в Писание эти стихи. Именно поэтому мы можем там научиться, как, например, не быть в долгах. Вот просто как не быть в долгах. Сейчас это большая редкость человек, который не в долгах. Правда? Ну так, если по-честному. Но на самом деле, я верю, что понимание библейских принципов позволит нам быть не в долгах. На самом деле. Бог позволит нам не входить в какие-то глупости, в какие-то непотребства, в какие-то похоти, если мы понимаем то, как это все работает. Итак, Бог помещает столько мест, потому что у Него есть свои причины. Он хочет, чтобы мы с вами были грамотны, чтобы мы были обучены этим вопросом. И этому есть несколько, скажем так, категорий причин. Прежде всего, друзья, это духовные причины. Вы знаете, что самые деньги или финансовые блага являются одним из таких самых серьезных конкурентов для нас по сравнению с Богом. Смотрите, давайте посмотрим одно интересное место Писания. Это Матфея, 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам». Видите, да? «Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Мамона такое вообще неизвестное для нашего языка слово, но в оригинале там написано «деньгам». «Не можете служить Богу и мамоне». То есть это вещи взаимоисключающие. Ты либо служишь Богу, либо ты служишь каким-то материальным вещам. Находите это в своем сердце или нет? Смотрите, никто не может служить двум господам. Они не просто явления. Ну где-то там есть Бог, а где-то там деньги. Можем не обращать внимания. Они имеют силу, как господа. Есть Бог, Он господин всего. И есть нечто материальное. И оно тоже управляет нашим разумом. Оно управляет нашей жизнью. Согласитесь, наша работа, она очень много формирует то, кем мы являемся. Правда? Многие люди, они уезжают куда-то, они делают какие-то тяжелые, жуткие вещи, только чтобы заработать. И когда ты с ними говоришь, а что насчет служения, что насчет твоих взаимоотношений с Господом, ты понимаешь, что не до этого. Вот просто не до этого. Человек приходит домой, у него в голове ничего нету, пустота полная. Он не может ни на чем сконцентрироваться. Он просто думает о том, как дожить до вечера, чтобы утром встать, ни свет, ни заря, и снова работать, работать и работать. Понимаете, да? Итак, деньги являются очень серьезным конкурентом за господство в нашей жизни. Есть Бог, который хотел бы быть господином нашим, и есть нечто материальное, которое также стремится быть нашим господином. Поэтому Бог говорит, вот библейские принципы, как этого не допустить? Не впадая в бедность, не впадая в нищету, как жить таким образом, чтобы эти все вещи не управляли вами? Также, друзья, нужно понимать, что сами по себе финансы или материальные блага не являются злом. Послушайте, мы не говорим о каком-то духовно-материальном дуализме, когда все духовное — это хорошо, а все, что материальное — это плохо. Это неправда, совершенно неправда, потому что Бог сотворил все для нашего удовольствия, для того, чтобы мы могли приносить славу Ему. Но есть один маленький момент. Первое Тимофея 5.10, давайте посмотрим. Там написано, смотрите, «Ибо корень всех зол есть что? Любовь к деньгам». Понимаете, да? Смотрите, как емко написано, корень каких зол вообще есть? Всех, представляете, да? То есть есть разного рода зло, но корень этого зла — любовь к деньгам. Видите, как оно соединяется с предыдущим стихом, где сказано о том, что мы не можем служить двум господам. И проблема всех зол начинается тогда, когда мы начинаем служить не тому господину, поклоняясь в той или иной мере тем или иным способом. Итак, мы понимаем, что сами по себе деньги, они нейтральны. Точно так же, как нейтрален кухонный нож у вас на кухне, правда? Но согласитесь, можно ним что-то резать для еды, и это будет на радость всем, всей вашей семье, но можно убить человека. И даже ни одного. И это станет оружием, которое будет по-настоящему являться оружием, то есть не просто гипотетически, а будет использовано по назначению. Итак, деньги, материальные блага могут пойти на благословение, и мы с вами имеем вот здесь вот на входе, вы видели, да, такая небольшая у нас есть коробка, куда вы можете положить свои пожертвования. Эти деньги, я вам гарантирую, они идут на благословение. Для того, чтобы мы могли иметь вот эту аппаратуру, для того, чтобы мы могли здесь собираться, для того, чтобы все могло быть, чтобы служение Господу могло быть, чтобы мы учились духовным принципам. Это те же деньги, которые можно взять и потратить совершенно на другие вещи, правда? Они пойдут в проклятие, они пойдут в разрушение, и они приведут к смерти людей. Но мы можем их использовать правильно, если мы понимаем. Также, друзья, очень важно понимать, то, как мы обращаемся с деньгами, оказывает непосредственное влияние, или, скажем так, результат того, как мы общаемся с деньгами, сказывается на наших взаимоотношениях с Господом. Смотрите, Луки, 16 глава, 11 стих, он говорит следующее. «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинно?» Помните эту притчу о талантах? Там рассказывается о том, что был господин, который дал своим слугам вот столько-то денег, они должны были употребить их в рост, и тогда, то есть финансовая такая вот история. И как вывод делается о том, что если человек, он не способен, не способен иметь порядок в финансах своей жизни или в материальных благах своей жизни, управлять грамотно тем имуществом, которое Бог ему доверил, то как можно ожидать, что человек, он может быть грамотен и в других вещах? То есть наша способность держать в порядке, скажем так, свой кошелек и свой дом, она напрямую связана с тем, какими, какое наше отношение к Богу и вообще какое наше отношение к Писанию и как мы видим Бога и Писание. Мы помним, что в Матфея, 25 главе, 21 стихе, господин, он говорит, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». То есть нам нужно уметь, даже если у нас очень мало, быть верным в этом малом. Иногда люди говорят, вот если бы у меня было много денег, я бы тогда управлял ними. Знаете что, это неправда. Если вы посмотрите на статистику людей, которые выигрывают большие лотереи, большинство из них спускает деньги в течение первого года. И просто иногда можно столько выиграть, знаете, что за день не спустишь просто. Ну, как бы отвратительно много денег. Но, как правило, начинается просто безумие. Просто безумие. Покупаются яхты, дома, самолеты, пароходы. А здесь человек, он не созрел к этим деньгам. Он не вырос, он не умеет управлять ними. Эти деньги, они становятся неблагословением для него. Они становятся проклятием и разрушением. Он не умеет сказать «хватит», он не умеет сказать «это вредно», он не умеет остановиться в каких-то моментах. Поэтому, если говорить по-честному, друзья, то вопрос финансов не имеет цифры. Нету такого момента, после которого нужно начинать вот в этом вот все. Вот я начал зарабатывать, например, вот такую-то сумму, после этого нужен мне какой-то финансовый консультант, который бы меня чему-то там научил. Послушайте, даже если вы сейчас зарабатываете недостаточно, вам вот именно сейчас и нужен такой консультант. Именно сейчас вам нужно разобраться в финансовых принципах писания, потому что, возможно, в этом-то и причина, что вы, не зная этих принципов, так мало и зарабатываете. Может быть, где-то что-то уходит налево, где-то как-то неправильно тратится, где-то есть какая-то похоть, которой вы следуете, и эта похоть побуждает вас тратить. Может быть, на азарт, может быть, на какие-то излишества, может, на какую-то глупость, но, тем не менее, оно уходит, и вы остаетесь бедными и в долгах, а так не должно быть. Итак, друзья, то, как мы распоряжаемся теми деньгами, которые Бог нам даровал, отражается на наших взаимоотношениях с Богом, отражается на духовном мире. И, знаете, если у нас не хватает дисциплины отказать себе в сфере финансов, во всех своих «хочу», вот, знаете, я хочу, хочу, вот хочу, куплю, и вот сейчас вот буду такое. Большой вопрос, хватит ли у нас силы воли остановиться в вопросах греха? Еще раз, смотрите, если мы легко, вот как бы и бездумно, и бессмысленно тратим, если мы бессмысленно как-то ведем себя, хватит ли у нас силы остановиться в вопросах моральной, этики, в вопросах какого-то столкновения с прямым грехом? Понимаете, да? Задайте себе этот вопрос, проверьте свое сердце. Итак, Бог обращает наше внимание из-за важности, из-за духовной важности, всего того влияния, которое оказывает на нас материальный мир. Он обращает наше внимание таким вот образом через Писание. Но также есть и практические моменты. Вы знаете, что он нас любит, и он хочет, чтобы мы жили в свободе. Именно поэтому он хочет нас научить. Это практический момент. Вот как отец. Хороший отец, он посадит своего ребенка и будет учить его, как правильно тратить финансы. Почему? Потому что он его любит, правда? Ну вот где-то там, например, я хожу со своими детьми на привоз. И я объясняю, что вот, например, вот здесь, смотри, если ты купишь вот это, у тебя получится вот это. Если ты купишь вот в этом месте, то ты заплатишь вот на столько разницы. А вот если мы пойдем с тобой немножко 20 метров, если мы вместо этого возьмем вот это, понимаете, да? Проявляю ли я любовь по отношению к своим детям? Правда? Вы бы хотели иметь такого отца? Это я себя хвалю сейчас, да? Ну вот. Хвалите. Хвалите. Ну ничего страшного, я действительно так это делаю. А вот Бог так делает. Он говорит, я хочу, чтобы ты научился, как правильно вот это сделать, как правильно построить свою жизнь, чтобы ты не переплачивал, чтобы ты зря не работал, ну вот просто почем зря, не теряя мира, не теряя жизни, чтобы ты в долгах не жил. Послушай, вот здесь тебе надо потерпеть, вот здесь надо помолчать, вот здесь надо срочно говорить, а вот здесь надо активно делать что-то. Понимаете, да? Если мы в Писании возьмем эти места, разберемся в этом, так мы научимся. Итак, это Божье проявление любви по отношению к своему народу. Я считаю, что это классно, если мы в этом разберемся. Итак, когда мы говорим о материальных вещах, мы очень часто путаем несколько вещей. Мы говорим о том, что Бог должен обо мне заботиться. Правда? Как вы считаете, Бог должен о нас заботиться? А как долго Он должен о нас заботиться? Все время, да? Хорошо. Если мы говорим о себе, как о детях Божьих, Бог должен заботиться о нас все время. Скажите, вы заботитесь о своих детях все время? Аминь? А как вы о них заботитесь? Прямо все время, даже когда они уже взрослые, у них свои дети. Да? Но согласитесь, степень заботы, она немножко другая. Правда? Приходит момент, когда уже дети заботятся о своих родителях. И это тоже библейский принцип, которому нужно научиться из Писания. Бог заботится на самом деле у нас действительно всю нашу жизнь. Но есть разные моменты, есть разные, скажем так, сферы ответственности. Есть Божья ответственность за какие-то процессы в нашей жизни, а есть наша ответственность. И вот здесь, друзья, это один из самых таких ключевых вообще принципов понимания, как нужно относиться к финансам и как вообще жить в финансовой свободе. Итак, есть Божья ответственность. И прежде всего понимание этой стороны, вот типа знаете, как вот есть Бог, и Он ответственен передо мной. Вообще классно звучит, правда? Бог передо мной отвечает. Он должен мне что-то сделать. Он как бы, Он должен вот как бы обратить свою руку, лицо и как-то что-то сделать. В чем Божья ответственность? Как это вообще выглядит? Что, о чем мы говорим? Прежде всего, друзья, все, что мы видим вокруг нас, включая нас самих, оно было создано кем? Богом. Поэтому, если мы говорим о материальных благах, очень важно понимать, Бог является хозяином всего. Помните Бытие 1.1, то, с чего начинается наше Писание, Библия начинается. В начале, что было? Сотворил Бог небо и землю. Поэтому мы можем сказать так, чья земля? Божья. Чье небо? Божье. Так? То есть, если у меня что-то есть, то откуда оно у меня взялось? Бог мне дал это, правильно? Ну, если у меня есть вот кипа, откуда я ее взял? И можно сказать, ну, ты ее купил, кто-то там сделал. Я извиняюсь, но те же люди тоже где-то там взяли, правда? То есть, в конечном итоге, когда мы раскрутим вот эту цепочку, мы придем к тому, что это принадлежит Богу. И люди также принадлежат Богу. И давайте посмотрим в Трозаконии 10, 14. Там написано, «Вот у Господа Бога твоего земля и все, что на ней». Там дальше. То есть, у Бога твоего земля и все, что на ней. То есть, Он обладает всем. И Псалом 23, 1 стих говорит, «Господня земля, и что наполняет ее вселенная, и все живущее в ней». Есть еще интересное место. Агея, 2 глава, 8 стих. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Итак, если вы когда-то видели золото, вообще любое золото, может быть, ваши украшения, ваши колечки, ваши сережки, вставные зубы, все это принадлежит Господу. Он говорит, что «мое серебро, мое золото». Ну, на самом деле, так написано в Писании. Понимаете, да? То есть, когда придет момент, и мы вернемся в эту землю, оно вернется туда. Правда? Туда, откуда оно было когда-то добыто. Из какой-то шахты, из какого-то рудника. Оно снова вернется туда. Бог говорит, «Это мое, я даю тебе попользоваться». Вот пока живешь, можешь пользоваться. Будет красиво, будешь очень красиво выглядеть. Это будет стоить денег, но в любом случае, это мое. И также смотрите, Псалом 49, 10, 12 стих. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взолкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Это такой контрольный стих, да? Поэтому, друзья, когда вы говорите в своем сердце, «Мое», чуть-чуть помягче говорите, да? Потому что так как-то Писание об этом не говорит. Писание говорит о том, что Бог дает нам что-то для нашего удовольствия, для каких-то целей, для какой-то… Ну, есть в этом смысл. И Божье, то есть можем говорить, Бог благословил меня, и я имею сейчас это, это, это. Иными словами, понимание того, кто Бог и кто я в сфере материальных взаимоотношений является одним из самых ключевых моментов. Потому что, когда мы относимся к вещам, как «Мое», вот если я не буду иметь, я обязательно умру. Я пойду с папертью, просто с протянутой фуражкой, пускай мне дают какие-то деньги. Я буду такой несчастный, я буду такой бедный. Послушайте, остановитесь, не так это все работает. Если в вашей жизни есть благословение от Бога, Бог дает его вам. Если его нет, нужно разбираться. Это тоже важный момент, о котором мы будем говорить в течение этих служений. Почему его может не быть и что с этим делать? Итак, если мы действительно хотим быть теми, кто учится быть Божьим распорядителем, управлять теми имуществом, которые Бог нам даровал на время нашей жизни, нам нужно поправлять свою лексику и нужно поправлять внутри своего сердца определенные настройки. Мы имеем благословение от Бога, оно пришло от Него. Да, я что-то делал для этого, но тем не менее, Он сотворил возможность работы для меня, Он создал меня талантливым, способным, тем, кто может что-то делать, Он дал мне возможность заработать, и я благодарен Ему. Понимаете, да? Я благодарен Ему, но я осознаю, что в любой момент Он, как господин всего, имеет право прийти и попросить. Прийти и сказать, я хотел бы взять это назад. Представьте себя, что вы работаете в каком-то магазине. Вы работаете в магазине, и у вас есть, вот вы, например, директор этого магазина. Вы распоряжаете, вы в рамках магазина, у вас есть возможность принимать любые решения. Радует такое положение, правда? Вы можете говорить о том, что это ваш магазин. Ну, вы же директор, правда? Вы можете так вот, как бы в таком простом разговоре говорить, ну, я пойду в свой магазин, пойду к своим работникам и так далее. Но знаете что? У каждого магазина есть еще хозяин магазина. Чувствуете разницу, да? Хозяин магазина в любой момент может прийти и все, остановить. Человек, который работает на хозяина, он должен позвонить хозяину и сказать, могу ли я сегодня объявить выходной, например, рабочим, правда? Могу ли я выдать им премию, могу ли я их оштрафовать? То есть, он двигается в рамках той свободы, которую ему предоставляет хозяин. Так вот, друзья, просто для себя, просто и ясно, представьте, вы являетесь этими распорядителями. Каждый из нас является распорядителем в Божьем деле, будь это дело, которое называется семья, будь это дело, которое называется работа, бизнес или какая-то другая сфера. Мы те, кто должны спрашивать хозяина относительно того, как я должен, как я могу поступать с тем имуществом, которое ты доверил мне на этот период времени. Это очень важный принцип. Очень и очень важный принцип. Получается, что не я рулю всем процессом, я спрашиваю того, кто управляет всей вселенной, я спрашиваю того, кто дает мне что-то, я в благодарности принимаю от него какие-то благословения, осознавая, что он весь этот мир держит в своей руке и заботится об этом мире. Итак, Бог является хозяином всего, то, что нам важно понимать. Также он держит под контролем все события, которые происходят в этом мире. Это нам сложно понять, и это нормально, для нас сложно понимать эти вещи, потому что он Бог, а мы люди, и мы как бы вообще не в одинаковых весовых категориях. И я вам скажу больше, мы никогда не будем в одинаковых весовых категориях. Мы иногда себя ведем таким образом, что мы просто его как бы хватаем за бороду и говорим, давай нам отчет, я тут пришел, там с ноги открываем духовные двери какие-то и требуем, видите ли, на ковер мы его вызываем. Послушайте, понимая, кто он, что он является творцом вселенной, следует вести себя скромнее. На самом деле стоило бы вести себя скромнее, потому что если мы чем-то и обладаем, то только потому, что он дал нам возможность этим пользоваться. Итак, он держит все под контролем, даже если мы не понимаем, как это работает, как это выглядит. И Псалом 134, 6 стих говорит, Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Ведет себя как хозяин. Видите, да? Перед этим мы читали о том, что это все ему принадлежит, а здесь написано, что Господь творит все, что хочет. И это нормально, правда? Вы же, когда приходите на работу и там есть хозяин, на которого вы работаете, он тоже может творить все, что хочет. Почему? Потому что он хозяин. Очень просто. Тебе не подходит, не работай. Да он же там, я не понимаю, да как он себе там? Ну не хочешь, не работай. Только от Бога не убежишь. Понимаете? Мы живем на этой земле и будем жить, сколько он нам даст, в том уровне, в том, ну скажем так, в том мире, в котором мы живем. Ведь мы же с вами неспроста родились, кто на Украине, кто где родился. У нас неспроста там цвет кожи, тот, у которого каждого есть из нас, да? Мы говорим на языках определенных. Мы родились по его воле, мы не могли на это никак влиять, никак контролировать и сказать перед рождением, позвольте мне выбрать там место рождения, семью, в которой я, ну как бы, вот рождение произойдет. Нет, он творит, что хочет. Итак, нам очень важно понимать этот момент, что Бог, при том, что он творит все, что хочет, у него есть определенное отношение, особое отношение к группе людей. вот во всей этой массе у него есть особое отношение к определенной группе людей. Смотрите, Римлянам 8 глава 28 стих, тоже очень базовый стих. Читаем, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, что все содействует ко благу». Ага, смотрите, во всей этой массе есть разные люди, но Бог действует в наших интересах. Тем, кто любит его, тем, кто обращает свое лицо к нему, он действует в их интересах. Иными словами, если вы управляете каким-то магазином, и вы действуете в интересах хозяина магазина, то хозяин будет действовать также в ваших интересах. Уловили суть, да? То есть, получается, что мы выходим навстречу Господу через свое послушание, через проявление любви к Нему, и Он проявляет свою любовь также к нам в ответ на наше послушание. Он устраивает события таким образом, чтобы это принесло нам благословение. Даже если возможно, видимая сторона оставляет вопросы, когда мы говорим, ну как это работает, это вообще не так должно работать, я там и так далее. Понимая эти места Писания, мы можем успокоиться. Понимая то, что происходит, мы можем успокоиться. Помните, как Ио сказал, Бог дал, Бог взял, да будет имя его что? Прославлено. Все. То есть, Ио в этой ситуации, когда он теряет все, что он имеет, на секундочку, я имел он очень много материальных благ, правда? Он говорит, он хозяин, он дал, он взял, пускай его имя будет прославлено, я не против, пускай Божье имя будет прославлено, потому что Бог использует подчас трудности для того, чтобы использовать события и сотворить свою волю, то есть, иными словами, он осуществляет свое намерение, и вы помните историю Иосифа, помните, что происходило с ним? Вообще, если так посмотреть, то ужасные вещи происходили, молодого парня продают в рабство, после этого он попадает еще и в тюрьму, ни за что, и во всем этом, ну, как бы жизнь поломана, если бы вот так его встретить, можно было сказать, один из многих раб, который, ну, просто обречен, но мы видим, что Бог выводит его из самого низа, просто с самого низа, и делает его очень и очень богатым, влиятельным человеком, и вы помните, когда он встречается со своими обидчиками, со своими братьями, которых там уже, ну, они боятся, потому что они думают, что он будет их сейчас преследовать и будет использовать эту власть, он говорит очень смиренные вещи, понимая того, понимая то, что Бог делает в его жизни, смотрите, Бытие, 45 глава, 5, 7 и 8 стихи, он говорит, братьям, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы предали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, и дальше он говорит, Бог послал меня перед вами, не вы послали меня сюда, но Бог, и дальше 50 глава, 20 стих, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, плохие обстоятельства, которые проходят в нашей жизни, могут иметь природу Божьего вмешательства, Божьего плана, то есть, иными словами, Бог может взять нашу жизнь и имеет на это право, потому что мы сотворены им, правда, Он может даже не отчитываться никогда перед нами в этом, и Он может использовать все таким образом, чтобы впоследствии, через годы, а здесь прошло около 20 лет, даже больше, это стало благословением для огромного количества народа. Представляете, друзья, если мы понимаем, кто Бог, если мы понимаем, как Он действует в этом мире, если мы понимаем свое место и его место, мы можем быть частью этого плана, мы можем быть частью этого благословения. Итак, Бог использует трудности для того, чтобы осуществить свои намерения, а также для того, чтобы сформировать наш характер. И вы знаете, что в глазах Бога благочестивый характер это более важная вещь, чем наше с вами материальное преуспевание. Правда? Есть люди, у которых очень мало денег, они живут очень скромно, но когда ты общаешься с ними, ты хочешь сесть у их ног и просто не уходить. Вы встречали таких людей? Да? Есть люди, у которых очень много денег, но они такие плохие люди, так, да, скажем мягко так. И ты смотришь на него, и тебе хочется вот просто выйти и помыть руки. Просто вот выйти, тебе неприятно находиться в его присутствии. И даже если он тебе дарит что-то, ты не хочешь этих подарков, потому что оно стоит тебе поперек горла. Ты понимаешь, что на самом деле за всем этим в сердце там просто большая беда, большое какое-то зло такое, направленное на разрушение. Итак, Бог использует определенные трудности для того, чтобы сформировать наш правильный характер. И к римлянам 5 глава 3-4 стих говорит «И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опыт, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данным нам». Итак, мы можем сохранить мир, осознавая, мир внутри своего сердца, осознавая на самом деле, что Бог формирует нас через сложности. Иными словами, мы можем сталкиваться, например, с процессами, которые, или скажем так, наша жизнь может выглядеть как жизнь бедных и простых людей, но вы знаете, что это не говорит о том, что мы неугодны Богу, или что мы вот вне Его воли. Возможно, это часть того формирования, которое Он проводит для благословения других людей и для благословения нас самих, для формирования нас самих, чтобы мы учились говорить «нет нашим похотям, я не буду это делать, я не буду поступать тем или иным образом». Итак, это Божья ответственность, Бог является владельцем всего, Бог держит все под своим контролем, использует трудности для своих целей и восполняет наши нужды. Но Он не просто восполняет, Он как мудрый Отец восполняет наши нужды. Смотрите, Филиппийцам 4 глава 19 стих. Апостол Павел, он молится за филиппийцами, он говорит, «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом и шоу». То есть, Он говорит, Бог, пускай Он выйдет навстречу вашей жизни и исполнит вашу всякую нужду по богатству через Христа Мессию. То есть, пускай эти нужды, они будут покрыты Его благодатью и Его сердцем. Матфея 6 глава 33 стих говорит, «Ищите же прежде чего Царство Божие и правды Его, и это все, что приложится вам». Видите принцип, да? Ищите правильных вещей, остальные вещи придут сами. Они приложатся в вашу жизнь, они придут как благословение для вашей жизни. Мы помним, как Бог питал Израиль 40 лет манной. Вообще, ну, как бы мы сейчас относимся к этому вот как к какому-то такому басни какой-то, да? Я как-то читал детский учебник, ну, как детский, третий класс или второй класс, и там такая, ну, реально, русская литература, вот учебник или украинская литература, и там история или чудесное что-то там, чудо. Вообще, государственный учебник, я очень удивился. И там рассказывается история из исхода, но в совершенно вот как бы такой простой интерпретации, что была вот такая вот история, легенда. Однажды там народ один ходил и выпала манная и вообще просто цитата из Библии вот так вот переделана, я не знаю каким образом. И по-моему внизу подписано Иван Франко или что-то типа такого тоже, но никак не Библия, знаете, какое-то странное такое. Тем не менее, Израиль, он был питаем Богом. И точно так же природа Бога осталась та же. Бог может и нас так питать. Он может выходить навстречу в нашей жизни своими чудесами, когда мы будем в благословении, даже не имея на то причины. Иными словами, у нас может не быть образование, у нас может быть неподходящий возраст, у нас может быть вообще ничего не быть. Но это не значит, что мы не будем в благословении, потому что он вмешивается в этот процесс, и он заботится. То есть, Бог восполняет наши нужды, это его ответственность. Он не даст нам погибнуть с голоду, не даст нам умереть. Он способен на чудо. Главное во всем этом, друзья, не ограничивать его в том, как именно это чудо будет высвобождено. Кто бы мог себе придумать манну? Просто, ну вот, представьте, еще даже надо постараться придумать. Кто бы мог придумать перепелов, которые прилетят в таком огромном количестве? Бог может. Кто бы мог придумать ворону, которая будет приносить лепешку каждый день в течение сорока дней, несколько раз в день? Ну, вот, представьте, а Бог делал это. То есть, на самом деле, его обеспечение намного-намного обширнее и намного больше. Он непредсказуем в этом обеспечении. Итак, это все то, что касается его ответственности. Он говорит, я не оставлю тебя и не покину. Если ты будешь искать Царство Божьего, то все остальное приложится. Он говорит, мои намерения о тебе хорошие, во благо, потому что ты обращаешь свое лицо ко мне, и я обращаю свое лицо по отношению к тебе. Это хорошая новость для нас. Но есть и вторая сторона, и она тоже может быть хорошей новостью, если мы к ней правильно отнесемся. Это вопрос нашей ответственности, перед ним. Еще раз, Бог не обещает, что мы все должны быть очень сильно богатыми и отвратительно богатыми людьми. Нету такого в Писании. Друзья, но Он говорит о том, что я позабочусь о тебе таким образом, как я считаю нужным для тебя, чтобы ты был правильно сформирован. Наша ответственность является в том, чтобы быть распорядителями, верными распорядителями того Божьего имущества, которое Он даровал нам в управлении. Это наша ответственность. 1 Коринфянам, 4 глава, 2 стих. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верный. Интересно, что слово домостроитель в разных переводах имеет значение также от распорядителей. То есть, иными словами, если вы строите что-то, если вы распоряжаетесь каким-либо домом, хозяйством, имуществом, необходимо, чтобы каждый, кто это делает, проявлял верность по отношению к хозяину этого дома. Смотрите, мы читали с вами то обетование, которое Бог говорит о хорошем и верном рабе. Помните? Он говорит, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. И вы помните, дальше, когда он плохому говорил рабу, ты ленивый, ты такой невнимательный раб, заберите у него то, что имеет, и отдайте тому, кто делает все хорошо. Итак, наша задача научиться распоряжаться тем имуществом, которое мы получили от Господа, как бы оно не выглядело. И даже если это что-то незначительное, нам необходимо быть в этом верны. И мы говорили, Луки, если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? периодически, если вы посещаете разного направления церкви, вы можете увидеть такую штуку. В некоторых церквях учат о том, что верующий человек, он должен быть, ну, вот как бы выражением Бога на земле. И здесь подразумевается не только характер, но здесь подразумевается такой момент, ты должен одеваться в лучшую одежду, ты должен ездить на лучшей машине, жить в лучшем доме и так далее. Почему? Потому что у тебя папа царь. Если ты сын царя или дочь царя, ты должна выглядеть соответственно, и все крутится вокруг этой темы. Есть другое направление, если вы придете в другого рода церкви, вы сможете услышать учение примерно следующее, бедность и скромность это обязательный атрибут верующего человека, это признак святости. В пастырь не может быть бедным, если пастырь бедный, значит он во грехе. Слышали такое учение? Да, на самом деле. Отсюда рождаются идеи крещения в пастыря конкретные ереси о том, что нужно кружить и так далее, потому что как он может ездить на такой машине? Как вам не стыдно? Ай-яй-яй и вот такое все. Это крайности. Благослови Господь пастыря хорошей машиной, правда? Да, да, мы за вас, он мне за это сказал пять минут, видите? Нет, да я не против, пожалуйста. Но смотрите, крайности в этих вопросах они не поддерживаются Писанием. Это очень важно понимать, потому что на самом деле в некоторых церквях вокруг этого строится как будто все служение, как будто вот именно цель всего этого дела сделать, знаете, вот показать, что вот именно я, ай-да я молодец. Послушайте, все мы с вами знаем, чего мы стоим, правда? Писание говорит, что все согрешили, лишены славы Божьей, правда? Все мы знаем, кто мы являемся на самом деле, но мы все равно цены, потому что за всех нас умер Ишо, и эта ценность очень высока. И наша задача, понимая, свое место в Божьем плане, выразить его не через убранство, не через наши понты какие-то такие, знаете, вот именно вот в таком именно, как бы, что вот я преуспеваю, а выразить свое преуспевание через формирование послушного, благочестивого характера в мудром распоряжении всего, всем тем, что он нам даровал. для чего? Для того, чтобы хозяин получил прибыль. Хозяин должен получить прибыль от нашей жизни, от нашего имущества, которое есть у нас, оно на самом деле не наше, да, вот как бы, когда мы говорим наше имущество, мы говорим, что я хозяин магазина, имею какое-то имущество, я управляющий магазина, имею какое-то имущество, типа, мой магазин, ну, как бы, по умолчанию мы знаем, его магазин, а я здесь просто подметаю. Я просто здесь живу, я просто здесь работаю, он заботится обо мне, он любит меня и дает хорошую премию даже мне, и даже две премии может дать. Он любящий и заботящийся Господь. Итак, очень важный принцип, к которому я бы хотел прийти к завершению. Еще раз я хочу сказать, что это не конец всего учения, мы только начали, мы только начали добираться к основам всех вопросов, мы обязательно поговорим о десятинах, в этом обязательно нужно разобраться. Вы знаете, что их больше, чем одна, да? Да? Их даже три, вот мы с вами разберемся, что это за три десятины. Мы поговорим о кредитах, о долгах, поговорим об одалживании, о благословениях, как благословлять, нормально, да? Приходите на собрание. Если у вас есть кто-то, кто вот в долгах, им нужно прийти на собрание послушать, как Бог предлагает выйти из этих вопросов. Итак, смотрите. Хочу оставить вас с одним местом Писания. Иисуса Навина, первая глава, восьмой стих, прекрасный стих. Раньше обычно Библии, когда дарили друг другу, подписывали именно этим стихом, да? И там написано, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать как? Благоразумно. Какое классное слово, правда? Благоразумно, то есть тебе будет и благо, и разум у тебя останется на месте, ты не будешь сходить там в какие-то стороны. Итак, вот один из самых важных принципов Писании для нашего благословения, для нашего преуспевания. нам нужно находиться в Божьем Писании, в Божьем Слове, для того, чтобы научиться через Него, как поступать благоразумно и чтобы нам быть успешными в наших с вами путях. Итак, давайте мы сейчас помолимся, я хотел бы помолиться о всех, кто имеет сложности с финансовыми и вообще с материальными вопросами в своей жизни. Послушайте, Бог слышит ваши молитвы, Бог хочет отвечать на ваши молитвы и я знаю точно, что Он отвечает, может быть, вы не замечаете этого, может, эти ответы приходят в такой форме, что вы не осознаете, что это Божий ответ, но Он также хочет, чтобы вы из Писания, а не из каких-то разговоров непонятных людей понимали Божьи принципы и отношения к материальному миру вокруг нас. Это очень важно. Давайте помолимся. Да? Святой Господь, мы благословляем Твое имя и мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, что Ты заботишься о нас, что каждый наш день, Господь, когда мы ложимся, когда мы встаем, Боже, Ты неустанно обращаешь свой взор в нашу сторону и Ты говоришь, что избранным Божьим, призванным по Твоему изволению все содействует ко благу. Мы не понимаем, Господь, очень часто, как это работает, но мы верой принимаем это Слово в свою жизнь. Боже, есть у меня работа на благо, возможно, теряю я работу, Господи, на благо, дай мне увидеть, в чем это благо, Господь. Если это моя вина, если это часть той глупости, которую я творю, Боже, то научи меня, научи меня не поступать не мудро, научи меня поступать правильно по Слову Твоему, Господи. Я прошу, Боже, сейчас за каждого человека, кто имеет финансовые проблемы, кто имеет проблемы с работами, имеет проблемы с долгами, кредитами, какими-то, Боже, как будто зарабатывает и не знает, куда оно все девается, Господь. Я прошу за каждого из этих людей, Господи, научи из Слова Твоего финансовой свободе, научи ходить, жить, пребывать в финансовой свободе, научи наслаждаться этими благословениями, Боже, потому что Ты любишь нас, это очень здорово, Господь, мы хотим двигаться больше в этом.